Привет всем! Вы на канале Процветок. С вами я Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, чем полить наши растения огурца для того, чтобы получить крепкую приземистую рассаду. Первое, с чего бы хотелось начать, это с тех сроков выращивания огурцов, которые уже позволяют нам осуществлять какие-нибудь манипуляции по подкормке наших огурцов. Имейте в виду, что пока наши растения выпускают семядольные листья, пока они формируют первый или второй настоящий лист, у них нет необходимости ни в каких дополнительных элементах питания. Потому что все питание, которое необходимо нашим растениям, находится в самом семени. И за счет сложных биохимических процессов происходит трансформация одних элементов в другие. И таким образом наше растение растет и развивается. Все, что необходимо нашим растениям в этот период, а это в среднем около 10 дней, это оптимальные условия тепла, воздуха и влаги. Второе, что мы помним, когда приступаем к кормлению нашей рассады огурцов и рассады любых культур, это то, что чем меньше наше растение, тем меньше концентрация или доза питательных элементов ему необходима для полноценного всасывания и усваивания. Научно установлено, что оптимальная концентрация почвенного раствора должна составлять 0,01-0,2. Оптимальный возраст рассады огурцов, который мы допустимо можем содержать до того, пока не перенесем на постоянное место жительства, это 30 дней. И за 30 дней максимум мы можем подкормить наши огурцы два раза. Если мы их будем подкармливать чаще, чем два раза, если мы будем их подкармливать с большими дозами минеральных удобрений, то будет происходить засоление почвы. И несмотря на то, что в почве будет находиться большое количество элементов питания, корневая система не сможет их усваивать. И как ни парадоксально, будет наступать голодание для наших растений. Также при подкормке рассады огурцов необходимо понимать о составе того грунта, в котором вы выращиваете ваше растение. Чем питательнее грунт, тем меньше необходимо элементов питания в него вносить с поливом. Или если он совсем хорошо сбалансированный, то вообще нет необходимости подкармливать наши растения в стадии рассады. Огурец относится к тем культурам, которые в стадии рассады нуждаются особенно в двух элементах питания. Это азот и фосфор. И если они не будут дополучать в этих элементах питания, то это будет являться первым критическим моментом. И затем последующая высадка и кормежка уже в защищенном или в открытом грунте, они, к сожалению, не снимут тех недостатков, которые они испытали на стадии рассады. Поэтому обязательно запасаемся азот и фосфор содержащими удобрениями, которые мы будем использовать при подкормке рассады огурцов. В качестве минеральных фосфор содержащих удобрений, которые будут хорошо впитываться нашими растениями, являются, например, монокалийфосфат из расчета 10 грамм на 10 литров воды и проливаем растение под корень. Также можно использовать какое-нибудь комплексное удобрение с повышенным содержанием фосфора. Например, такое удобрение, как Мастер с формулой 13-40-13. Также 10 грамм на 10 литров воды и ведем подкормку максимум 2 раза за весь рассадный период. В качестве минеральных источников азота могут выступить такие удобрения, как калиевый селитр, магниевый селитр, сульфат аммония и мочевина, а также любое комплексное удобрение с повышенным содержанием азота. Например, с формулой 30-10-10. И еще раз напоминаю, что мы будем кормить повышенным содержанием азота и фосфора наше растение, если у нас грунт пустой. Если у нас грунт был с повышенным содержанием перегноя, компоста, вы добавили туда залу, то о том, чтобы добавлять туда азот и фосфор дополнительно, мы уже не говорим. Огурцы, так же, как и рассада любых овощных культур, преследуют в себе основное. Это развитие корневой системы. Поэтому для того, чтобы лучше развивалась корневая система, мы поливы можем совмещать с добавлением янтарной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров воды. И напоследок хотелось бы вам напомнить, что очень важное в рассаде огурцов, как и в рассаде любых овощных культур, это тот объем рассадного стакана, в котором вы выращиваете наше растение. Если мы выращиваем рассаду огурцов в течение 30 дней, то тогда мы подбираем стаканы объемом минимум 350-400 мл, для того, чтобы наши растения не перерастали. Как, например, это случилось в кассете, объем кассетной ячейки составляет 50-70 мл. Почему очень важно достаточное количество места для развития нашей рассады? Потому что, когда наши растения начинают выпускать семядольные листья, формируют первое, второе, третье, настоящее листье, одновременно происходит закладка цветочных почек. И когда наше растение испытывает недостаток в пространстве, в свете, оно будет меньше закладывать цветочных почек, и затем мы будем недополучать вырожая. Надеюсь, этим видео вы снимете все вопросы по выращиванию рассады огурцов и впоследствии получите шикарный урожай этой культуры. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. Все вам хорошего, до новых встреч!